Всем привет! Играем в фазмофобию соло, а это у нас сегодня то, что я называю кастомный кошмар. Это, по факту, обычный кошмар, но без единой улики, чтобы мы с вами определяли призрака на глаз, скажем так, по повадочкам, а не по оборудке. Можете ли сложности из-за этого? Получается 7,5. Едем мы сегодня на Уиллоу Стрит. Добавляю всю оборудку разом, потому что... Ой, сейчас выбирать, что нужно, что не нужно. Долго. Проще купить новую. Когда ты богач в игре, проще купить новую. Едем на Уиллоу. Количество укрытий там выставлено низко, по дефолту на кошмаре. Но я надеюсь, что всё-таки игра хотя бы одну приличную нычку да мне выдаст, потому что, когда ты играешь без улик, наличие хорошей нычки, где ты будешь, ну, по меньшей мере, слушать шаги, оно очень-очень сильно поможет. Итого. Итого. Игра, грузись. Игра. Кажется, дождя нет. Кажется, ветер. Роберт Барбер. Благовоние, свечка, соль. Квадратики всё ещё не починены. А мы начинаем. Да, витрила. Витрила нам не помешает, но и не поможет, по факту, никак. Так, не карты Таро. Первая нычка отсутствует. Уже тревожный звоночек. И эта нычка отсутствует. Вон, нычка хорошая. Доска Уиджи. Она вызывает охоту. Этого достаточно. Ага, Константин. Больше я, собственно, нычек и не ожидаю от этой катки. Потому что мне в соло тут больше и не положено, по большому счёту. Как бы радуюсь, что это хорошее. А, она действительно хорошая. Тут даже спорить не буду. Этим пушке пока ничего не понятно. Ничего не остыло. Подваль. Блин, подваль. Ну, ладно. Ладно. Чё ж. Подваль так подваль. Чё у нас там? Благовония, свечка, соль. Ну, пойдёмте. Пойдёмте всё это тащить. Благовония можно не тащить. Благовония нам пригодятся потом, если мы будем делать проверки. Нам понадобятся все благовония, которые есть. А иногда их даже не хватает. Хочется больше. Хочется, как в гоствочерсе, покупать себе и покупать, и покупать до определённого момента. Да, наверное, пока не надо. Давай сделаем вот так. Удивительно, что под сильным дождём вечка свечка. Вечка. Вечка, это как свечка и овечка. Свечка тушится, а под ветром на ветру не душится. А призрак чего? Вообще ничего прям не хочет делать. Ему прям лень. Он даже никакую дверь не откроет. А! О! Вычёркиваем миража. Сразу видим зелёные отпечатки. Это очень важно, потому что некоторые ребята думают, что если вот здесь вот есть отпечаток, то это не мираж. Это не так. Такой отпечаток есть даже у миража. Но зелёные ноги, зелёные ноги, отпечатки, у миража отсутствуют. Только в таком случае миража можно вычёркивать. Видите, ноги? Пошёл. Годится. Если вы видите кучку, и в ней след от ноги не годится. Если вы вдруг пропустили момент, когда призрак пошёл, потому что это достаточно мало времени занимает, то берёте в фотоаппарат и фотографируйте эту ногу. Насколько мне известно, ну, по крайней мере, на базе моего опыта и того, что я видела, эта нога даёт фотографию в любой момент катки. То есть она не ограничена по времени. Соответственно, если вы сфоткаете, и там написано «шаги», то это опять-таки... О, а я тебе только принесла новую. Если там написано «шаги», то это не мираж. Если там написано «ничего», то, аллилуйя, вам повезло. Свечку затушил уже, да? Ага. Не сама потухла. Окей. Призрак вообще не делает примерно ничего. То есть ни одного гаста, ни взаимодействия, ни трогания дверей. Он просто прошёлся по соли, и то потому, что, видимо, соль просто была на пути его следования. С чего мы делаем вывод, что призрак у нас крайне пассивный. Просто невероятно пассивный. Намекает ли это нам на тень? Ну, в какой-то мере намекает, но не настолько, чтобы сейчас всё бросить, вызвать охоту и, как бы, точно решить, что это тень. Да, он даже вон не дошёл. И сюда не дошёл. Уходит он только вот где-то здесь. И при этом никак себя не проявляет. А, дверь открылась. О, нифига себе. Вот это движ. Я даже и не заметила сразу. Так, я возьму лопату, потому что могу. Пойду принесу направленный микрофон. Может быть, я так случайно банши поймаю. Но банши, конечно, не настолько молчу. Мне, чтобы вот так вот себя вести. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим. Первая охота даст нам очень многое. Мы после первой охоты вычеркнем примерно всех. А, нормально. Ладно, не всех, но добрую половину вычеркнем. Потому что у нас будет либо быстрый призрак, либо чуть-чуть медленный призрак, либо умеренно медленный, либо совсем обычный. Ну, короче, любой ответ от призрака в виде его скорости нас устроит, потому что это даст нам основание полагать, что это вот может быть такой. О! Приветули. Ни фига себе, гастуха. Прям гастуха. Я вот тут встану и что фоткать тебя буду, понял? Ну, встань. Ага, ага. А ты ему что? Если я сейчас поймаю банши на дурачка, это будет просто великолепно. К сожалению, такое редко бывает. Дверь открылась прям великолепно. Прям на МП-5 открылась. Ставь. Ну, для Юкая как-то он не очень сильно, да, на меня агрится. С учетом, что я здесь хожу, ору. Вообще делаю все возможное, чтобы его стриггерить. А он не триггерится. на Юкая на Юкая ты не тянешь, скажем так. Стою при свете, поэтому сильно не разряжаюсь. Так уж. Ну, дай какой-нибудь еще отклик. А может, какой-нибудь есть баншовский там, нет? Если ты Юрей, то спасибо тебе, а то я забыла тебе открыть дверь, чтобы ты мог ее красиво закрыть, хлопнув дверью. По-английски, так сказать, и немножко по-юрейски. Это ты молодец. Тыкать в нее МП-шками бесполезно, можно только сфотографировать. Я на самом... Я на самом деле просто провожу время до первой охоты, я могу вызвать ее искусственной доской. Но пока я тут стою, это еще способ посмотреть, будет ли она ранней. Угу. Ну давай, еще один крик и отстану. И пойду за крестами. Минус джин. Не зря стояли. Джины не выключают щиток. У меня нет фонарика с собой. Поэтому сейчас я буду разряжаться быстрее. Но я надеюсь, что он все-таки крикнет. Ну давай, 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 еще, еще одну. Давай, давай, давай. За маму, за папу, за орду, за монолит. Здесь может быть охота. я не верю в баншу на самом. Ладно, ладно, не кидайся. Верились в том, что нам не выбило пробки. Все-таки выключился щиток. при помощи шаловливых ручонок призрака. Что ж, тогда давайте потихоньку разряжаться. Важный момент, если вы пытаетесь разряжаться на доске, в отличие от, например, проклятого зеркала, прятки по доске не съедают ваш рассудок до нуля. Это надо держать в уме. Если, например, вы будете проводить какие-то проверки, завязанные на рассудке, условно, там, духа проверять, поэтому лучше всего вам будет, ну, или как рук врезыва, да, который тоже до нуля, в принципе, разряжает. Ну, там, не до нуля, но считайте, что до нуля. Поэтому лучше сначала немножко разрядиться по доске самостоятельно, задавая ей разные вопросы, глупые и не очень, а уже потом использовать прятки, если вам нужно, если охота вдруг не началась по какой-то причине. Я сошел с ума? Ты издеваешься? Ты издеваешься? Скотина. Ну, это же просто невыносимо. Так долго с умным лицом. Так, ну, в принципе, начинается самое интересное. Да, начнутся проверки. Скорость у него была даже какая-то неспешная, я бы сказала. Еще мне показалось, что он вот-вот меня догонит. И это было очень сильно тревожно. делаем полтуровскую дорожку. В ожидании охоты. у меня надо так, чтобы видеть только всю эту дорожку. Пример, да, вот здесь буду стоять. Все замечу. По-моему, это не фантом, хотя я, честно говоря, особо не всматривалась. опять щиток дергает. О чем это говорит? Ну, пока, кроме того, что это не джин, ни о чем особо. Щиток любит дергать, в принципе, все. У хантухи на это шанс чуть повыше, но я хантуху уже вычеркнула, потому что скорость у него была недостаточно низкой. Ну, стоим, ждем, полторы минуты уже прошло. Я не то, чтобы сильно разряженная была, вот в чем проблема. Блин, я кресты забыла, да, принести? Ладно, плевать. Не нужны мне кресты, обойдусь пока без них. Сейчас посмотрим насчет, что там у нас с опором. в том плане, сколько потребуется Роберту Барберу до следующей атаки. С учетом, что у меня мозги, я думаю, сейчас... Не, ну хотя у меня сейчас процентов 50, наверное. У меня там прятки съедают. Прятки немного съедают, насколько я знаю. Такое ощущение, что даже вопрос про любимую комнату съедает больше, чем прятки. Как будто бы... что это такое? Это утончатель краски? Напишите в комментариях. Ну что, призрак? Ку-ку. Дверь открою. То не слышно будет, когда охота начнется. Ну, три минуты прошло. Собственно, о чем я говорила, я сама стала жертвой того, против чего проповедовала. Сломанная доска прятошная не разрядила меня до нуля. Ну, стою в темноте. Что делать? Будем в темноте его принимать. Стой в темноте курю бамбук. Ничего не происходит. Не знаю, что еще порассматривать тут. Вот бак в стене, смотрите. ДК, почини. Что это такое? Пойдемте вниз Париум. Роберт Барбер. Роберт Барбер. Роберт Барбер. Что, нет? Роберт? Роберт Барбер? Роб? Роберт? Роберт? Роберт Барбер? Маленькая отверточка. А тут они перепутаны, смотри, местами. А, они тут все не по порядку, а тут по порядку. А, это набор. Ясно, понятно. Роберт Барбер. Роберт. Заколебал. Покажись или не мужик. Покажись или не мужик. Эй. Нет, ну он как-то реагирует на мои эй. Определенно. Роберт. Но реагирует почему-то троганем дверей. Ну или вот кидается чем-то. Роберт. Роберт. Ку-ку. Роб. Роберт. Барбер. А вместе Роберт Барбер. А можно атаку? Ну он странно кидается на мои слова. И двери дергал несколько раз. Не Йокай ли ты, Роберт Барбер? Пожалуйста, дерни дверь, Роберт Барбер, если ты Йокай. Я сочту это за Йес. Точно не фантом. Собственно, фантомы я уже и вычеркнула. Что мне это дало? Небольшое представление. То, что Роберт Барбер, возможно, Йокай. Но это вообще не точно. Это так. Допущение. Судя по тому, что он за мной там шел. Достаточно упорно. Хотя он шел за мной, потому что, по-моему, я когда его обкурила, он в мою сторону просто пошел. И его вторым вот этой, второй вспышкой благовония прогнала. Только это меня и спасло. Растуха. Знаете, откуда я знаю? Смотрела одно видео, как отличать охоту от Гост-Ивен. Гостит физическими гостами. Говорит ли нам о чем-нибудь это? Ну, что это, возможно, не тень, потому что тень предпочитает госты облачками, которые мы ни одно не видели. Если бы у нас был бы гост в виде облачка, мы бы уже вычеркивали с вами они. Я, кстати, не посмотрела, Они это или нет по морганию, когда он шел. Сейчас в охоту и сделаем. Так, а что я стою-то при свете? Мне не надо при свете. Мят в темноте. Роберт Барбер. Роберт Барбер. Ты йо-кай? Ты йо-кайский йо-кай? Все, ты перестал со мной общаться? Мне казалось, у нас налаживается связь. О. Не ускоряется. Смотрим за предметами. Эй! Блин, я слишком быстро драпанула. А нет, идет, идет, идет. Есть одна, есть вторая. Это нет, это нет, это не полка. Это нет, это нет, это не полка. Все. Я опять забыла посмотреть, Они или нет. Зато засекла время на Духарика. Стоит ли мне принести кресты? Да, наверное, пока не стоит. Я пойду принесу лучше еще одно благовоние. Это не близнецы, поскольку скорость у них одинаковая. Мимик, мимик, да, кстати, хороший. Хорошо, что я об этом сейчас вспомнила. Но вряд ли прям мимик. Демон, я думаю, уже меня закошмарил. Надо на мюля послушать, но, по-моему, не мюль. Надо, в конце концов, посмотреть, не они ли это. Если это не Они, у нас там остается Абаке, Юрей. Короче, вот эти все. Вот эти все ребята. Так, это не дух. Так, это не дух. Так, это не дух. Где я выкинула камеру? Ой, блин. Так, это не дух. Так, уже злиться. Мне нужно донести кресты. Проверить на Анре. С демони я очень сильно сомневаюсь. Засекать кодей между охотами мы не будем, поэтому, что это прям... Какое себе. Это не весело, назовем это так. Что еще тут? Ох, мне бы взять благоушку. Что, дед? Что, дед? Пожери крест. Ага. Ага. Принимается. Это не Анре, потому что свечка все еще горела. Убираем, соответственно, анре. Все. Мне кажется, что он вполне себе на голос мой пришел, что не свойственно для Юкая. Писты ест прям замечательно. Прям сильно я его мешу. Давайте попробуем проверить сразу на Юкая и сразу на Они. Ну вот тут стою. Ку-ку. Очень целенаправленно ко мне идет. Ну нет, это не Они. Время вертикально, вверх. Спасибо. Угу. Ну что ж господа и дамы наш выбор нам с вами не повезло скажем так сегодня мы встретились с такими призраками которых в такой вот катке и не определишь я имею ввиду у нас вот есть абаки и горё среди подозреваемых и нам остается только выбирать я вычеркнула мару потому что никаких марских приколдесов он по факту не делал кроме того что два раза дернул щиток у него скорость как будто бы чуть чуть ниже обычной прям чуть-чуть но не настолько чтобы это был ханту насчет демона демон конечно ел кресты он прям нормально но они не очень далеко друг от друга лежали давайте будем честны мне кажется что демон бы меня уже закошмарил гораздо сильнее насчет банши мы слушали банши с вами он к нам ни разу не пришел вот пока мы тут с вами стояли тусили ну правда ни разу я думаю будет абанша он бы уже загостил ну давайте попробуем еще буквально пару минут послушать будь это юрей наверно он бы подсадил бы мне рассудок чуть чуть посущественнее а вот этот второй крест он даже не сожрал но это не демон тогда и получается что у нас выбор между горё и обака и я никак не могу отличить одного от другого потому что я играю без улик ну как будто бы если это не банш сейчас конечно будет очень обидно если это один из тех кого я вычеркнула по фактам будет прям неприятно не баншовская дуркующий горё или дуркующего бака в целом он так отзывался на мой голос там как-то реагировал да но он оба раза идет очень прям четко ко мне то есть если это ёкай но это очень хорошо слышащий ёкай ну давай еще ты глядишь и дверь закроет и я такая вау юрей где ж ты был но он только открывает двери закрывать он не хочет он только открывает он открывать и двери открывать и есть первый открыл но не дает не дает крик баншин я первый раз стояла слушала где-то минуты 3 вот сейчас тоже будет уже три минуты если выбирать между горё и обака я наверно выберу обака только потому что он очень сильно трогал двери если это банши то он просто играет со мной просто дурак а там есть у кого-нибудь mp5 из моих пацанов ну просто просто чтобы проверить эту теорию у обака есть ай у горё есть это я хотела отсылочку сделать к сильному открытию двери помните когда я сказала что типа ой ну вот это на mp5 прям открылась я не знаю если какая-нибудь зависимость связана с сильным открытием дверей mp5 но мне почему-то бы хотелось чтобы она была я поставлю у бака и будь что если ты горю я не расстроюсь если это один из тех кого я вычеркнула вот тут мне наверное будет прям прям горько и неприятно но там уже вопросы к моим проверкам значит проверки были не очень ха 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 скотина скотина какая же ты скотина дуркующий горё вы представляете вы представляете просто из всех призраков я вычеркнула всех по факту кроме двух горёй обака и просто выбирала из них двух и не угадала это вот уровень удачи сестра винчи есть ну ладно я не расстроилась в любом случае мне катка понравилась напишите как вам как вам проверочки умеете ли вы делать все проверки если как-то не умеете напишите в комментариях я вам расскажу кстати если не подписались до сих пор на мой канал по какой-то причине подпишитесь если заглядываете сюда ежедневно и не забудьте поставить лайк если это видео вам понравилось если хотите поддержать канал ссылка на нашлёрс в описании под роликом а так же в шапке канала я с вами прощаюсь всем пока пока я не верю